По конституции в Кыргызстане образование бесплатное, но родителям приходится оплатить взносы в классную копилку за своего ребенка. На эти деньги школа содержит охрану, техничек, на эти деньги школа покупает оргтехнику, чтобы соответствовать веяниям времени, а также мел и даже тряпки. Зарплата учителям отчисления в соцфонд, это обязан из государства, а вот остальное не без финансовой помощи родителей, как ее еще часто называют добровольно-принудительные взносы. В прошлом году в институт омбудсмена на поборы пожаловались 9 родителей. Анонимно. В этом году пришла пока только одна анонимка. Лишь 270 родителей первого лицея в военно-антоновке открыто написали коллективные заявления. Сейчас прокуратура проводит там проверку. Вот эти отчеты, они должны представлять не школа должна. Школа должна представлять то, что она сделала. Отчеты должны представлять общественные объединения, участниками которых являются сами родители. От правовой безграмотности часто родители не обращаются в то объединение, куда они вкладывают деньги. Они начинают требовать с директоров. А директора тоже часто, к сожалению, не влещут правовой грамотностью, начинают оправдываться. Хотя они просто потребители того, что им предлагает общественный фонд. Госорганы, отметили сегодня участники круглого стола, не имеют права контролировать эти объединения. Пытались закрыть общественные фонды через распоряжение правительства. Но запрет на такую инициативу наложила Генеральная прокуратура. Представители фондов тогда выступили против. И тем не менее, говорят чиновники, если бы не поддержка родителей, школу бы не выжили. Столичный бюджет выделяет 3 миллиарда 200 миллионов на образование. Но этого недостаточно. Крайне сложно сегодня работать руководителем школ без родительской поддержки. И все-таки я думаю, что необходимо понимание, нужна хорошая разъяснительная работа, о чем мы говорим своим коллегам в школах, работая с родителями. Родитель должен знать и видеть. Вот в части обеспечения прозрачности и доступности информации в школах работают информационные стенды. Везде это есть, это требуется, это проверялось. В школах созданы сайты, на которых вся информация располагается. В городе из активистов родителей создан родительский совет. Это представительство родителей от школ всех четырех районов. Но государство за годы независимости так ни разу открыто и не призналось, что не может полностью финансировать образование, говорят правозащитники. А узаконить поборы закон не позволяет. Это открытие счетов в банке. На каждого ребенка лицевой счет и просто отслеживать по интернету. И еженедельно, наверное, это тяжело будет, хотя бы раз в месяц родительский фонд должен отчитываться на сайте перед родителем. Если родителям некуда идти. Видите, здесь еще вторая палка, когда родители заняты работой, выживанием, прокормить свою семью, как-то существовать. Им некогда ходить в школу. И этим пользуются недобросовестные директора школ, заведующие садиков и отдельные родители, якобы от родительского комитета. Сейчас вопрос о том, чтобы выработать эффективную схему контроля за собираемыми средствами, изучает специально созданная рабочая группа. Депутаты, чиновники, представители гражданского сектора и родители. Возможно, высчитают единую среднюю оптимальную сумму, которую можно будет взимать с родителей. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС.